Мы поговорим о толстых попах, на их крутых Мерседесах. Вам не кажется, что сам весь этот конфликт навязываемый? Какая разница, ну ездит он на машине и так далее, ты своей душой займись. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, продолжаем наши встречи-разговоры. Сегодня у нас тема будет очень интересная. Мы поговорим о толстых попах, на их крутых Мерседесах. В общем, то, о чем говорят довольно часто. Немножко для начала, давайте мы эту тему все-таки разделим. То есть, кони отдельно, рябчики отдельно. Рагу из рябчика с кониной. Сначала мы поговорим о крутых Мерседесах. А потом о толстых попах, чтобы не лепить все в кучу. Потому что не все попы на Мерседесах толстые. И не все толстые попы на Мерседесах. Только ли священнослужители ездят у нас на модных машинах? Назовем это так. Конечно же нет. Конечно же нет, да. Помню, в конце 90-х годов приехала моя одноклассница, которая живет в Ляйпциге. Она так по сторонам говорит. Слушай, я, говорит, в шоке. Ни в Ляйпциге, ни в Берлине у людей нету столько дорогих машин. Они как-то скромнее живут. А у нас вот так. Я говорю, ну, видишь. Издержки менталитета. К сожалению, такая штука не делает нам чести. Давайте честно скажем, что батюшек на дорогих машинах ровно столько же, сколько врачей на дорогих машинах. Ну, в процентном отношении к общему числу. Ровно столько же, сколько работников МВД на дорогих машинах, работников пожарной охраны, банковских служащих. То есть, это четко определенный процент. Независимо от рода занятий. Откуда это? Мой покойный папа говорил замечательную вещь. Вот одна из его из таких назиданий. Сыночка, система должна быть адекватна пользователю. То есть, вот нужна тебе такая вещь. Работает ли она у тебя? Отдает ли она то, что в нее, те средства, которые в нее вложены, или это просто дорогая игрушка? Зачастую роскошный автомобиль становится у нас дорогой игрушкой. Это знаете, как... Тут дело-то не в автомобиле. Студент покупает себе телефон самой-самой последней модели, да? А потом ходит, сшибая деньги, пополните мне счет. Он половину функций на этом телефоне не знает, они ему не нужны, они в вашей стране не работают. Но зато какая у меня статусная вещь. Вот именно вот этот вещизм, зацикленность на статусной вещи очень хорошо выдает папуас. Знаете, из какого-то, из американской черной комедии какой-то, значит, какой-то афроамериканец, житель трущоб, которому зачастую нечего есть, но у него обязательно крутая тачка. Да у нас куча таких, которые питаются мивиной, но зато у него крутая тачка. Он всем пыль в глаза пускает. Это не только священнослужители, представители любой профессии. Ну и разве что священнослужители одеты иначе, поэтому они заметнее. Там бородой, рязь, о, поп, на крутом Мерседесе. Можно вопрос? Да. Вы считаете, что священник это все-таки профессия или это призвание? Священник это служение. Священник это служение. Понимаете, среди людей, которые носят рясу, есть люди, которые служат священниками, и небольшой процент людей, которые работают попами. Они всегда были. Это большая, это как внутри человек себя осознает. Насколько в нем это священство стало его сутью. Это очень-очень важно. Понимаете, священник остается священником всегда. Независимо от того, чем он занимается в настоящий момент, извините, под душем моется, он все равно священник. В чем это проявляется? Ну, может быть, в том, что если в это время у него там звонил телефон, он обязательно будет чисто по-пастырски волноваться, кто ему звонил, чей звонок он пропустил. Вот и все. Знаете, вот точно так же в чем-то это можно сравнить с врачом, который врачом остается всегда. И нормальный врач, как бы он ни спешил, он не проедет мимо ДТП, где нужно оказать первую помощь медицинскую. И точно так же военнослужащий, офицер, он может быть расслабляться там с семьей, с женой, с дитями, отдыхать. Он всегда готов подняться по тревоге, бежать в свою часть. Тесаряна, вы на каком расстоянии приехали? Хороший вопрос. У меня обычно я пользуюсь, у меня две машины. Единственное, что они почти одинаково выглядят, желто-синие. Одна это электромобиль, как правило, с номером 38. Не Тесла, а этот, с двумя рогами такими, троллейбус называется. А вторая, это машина с большим и мощным дизелем. Это автобус номер 62. Вот я исключительно в основном пользуюсь этими машинами. Хотя мой дом от прихода, где я служу, находится в разных концах города, можно сказать. Я живу в центре, служу на СРЦ. У меня был прекрасный случай, когда я почувствовал себя классическим попом на крутой тачке. Мой прихожанин Кирилл, он сейчас в Испании живет, замечательный человек. Он меня подвозит из храма домой. У него тогда джип такой, он его продал. Я, значит, выхожу из этого джипа, я службу раннюю служу, рано начинаю, рано заканчиваю, и тут воскресенье, знаешь, часиков 10, начало 11, стоят два таких персонажа, уже им хорошо. Они меня увидели, а, а, я тебя говорю, поп на джипе. Тут я обращиваюсь, я говорю, Кириллчик, я тебя очень прошу, не забудь, во вторник с утра подъедет. Мне надо было ехать куда-то, с ним договорился. Говорит, ты видишь, какое падло, еще и с водителем. Вот пример такой есть. Батюшку одного позвонили, попросили причастить старушку умирающую. Это в сельской местности, то есть, батюшке приходится ездить из села в село, дороги у нас, особенно между селами, вообще замечательные. Вот, а батюшка был как раз такой скромница, нестяжатель, ездил на каком-то тарантасе, и все. Тарантас застрял и поломался. Батюшка бросает этот тарантас со святыми дарами, с причастием, едет старушку причащать. Ему говорят, отец, чуть бы раньше. Вот так вот. То есть, старушку уже отпевать пришлось. Не успел причастить. И батюшка, конечно, смущенный от того, что духовное дело не вот так, не успел причастить человека, возвращается к своей развалюхе, оставленной посреди дороги. Нет, чуда не случилось. Там не стоял новый большой джип. Но колес на машине тоже не было. То есть, вот туземные жители увидели застрявшую машинку и посчитали, что хоть тарантас, но с колесами это бачке сильно жирно. обычная житейская история. Может, тут проблема не у священника. Но почему тогда люди этим загоняются? То есть, какая им разница, ну, ездит он на машине и так далее? Ты своей душой займись. Почему, если он ездит на машине, он автоматический жирный поп с тачкой? Понимаете? Если, допустим, да, у него машина, но он может вымаливать хорошо людей, как бы, и он проповедник хороший, еще что-то. То есть, нормальный священник, да, у него машина. Какая разница, зачем за вот этим вот следить? У него машина. Зачем? Мне кажется, что тут еще есть такая тема, что люди просто думают о том, что, ну, все, религия бизнес, значит, все понятно. Автоматически, да. Как там в интернете, да, что-то там, бабка молится, значит, так далее. Котится. Да, 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 вот это все. И какой-то, как бы, аргумент для людей о том, что вот они не ходят туда, потому что религия это бизнес и так далее. И вот, типа, наглядный пример. Так у них появляется тогда и гордыня, считая, что вот, а вот мы не такие, вот я бы деньги эти отдал на лечение рак. Вот это стандартная фраза, типа, продай машину, отдай деньги на рак. Это как раз такое и питание. Свечки в церкви, которую каждая бабулька может купить, сравнить стоимость свечки и счета за электроотопление, за электрику, за отопление и прочее. Ты все уверен, что эта машина куплена, конечно же, на пожертвование, в храм. Вот раз, что до этого, много второжая зараз, много людей, ну, преважно, это люди, которые сами не ходят в храм. Они, так и говорят, вот церква – это бизнес. Вот люди приходят туда, как бы, не молиться, а купить свечки, бачить эти гроши, нести. Вот у меня, даже такой друг единства, я поважаю, он, 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 ну, знаете, он, 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 это эпох, а церква ходить не треба, для чего, взагалі храми, что туда люди ходят, только бизнесы. Ну, я говорю, да, снесите храм, что он таки великий тут, побудованный. Снесите, побудуйте там школу, там интернат, еще что-то. В принципе, я для него знал, но мне интересно, какая у вас ответ была. Хорошо. Вот, вместе на все ваши вопросы, значит так, давайте, честно, скажем, что большинство советов, как жить в церкви, какой она должна быть, исходит от людей, которые в церковь никогда, ни в какую не ходили, и ходить не собираются. Вы знаете, когда в церкви, в наших храмах появились вот эти вот преискуранты, догадываетесь, когда? И почему? За времена царской России? Нет. Позже. После революции? Почему? Да. Для дискредитации священства? Нет. Для слежки за церковным доходом, за четкой фиксацией, в Советском Союзе было очень жесткое налогообложение церкви. То есть, для того, чтобы ее оббирать. Ну, а то, что это работало как дискредитация, да, тоже. То есть, это требование государства было тогда? Было требование государства того. Мы ставим сейчас это из жидки прошлого? Понимаешь, где-то это так прижилось на приходах, что это переучить людей крайне сложно. Их проще, знаешь, на новом месте их проще заново научить, чем те, кто, а почему вы убрали? Что-то тут не то. Ценничек убрали. То есть, это колбасный менталитет советского человека. Или менталитет образного такого папуаса, который, о, халява, свечки, сколько можешь, ничего я не могу. Куда тебе столько человече? Ты что? Вы таких встречали папуасов? Я нет. Встречал. Встречал. Все люди разные. Я 35 лет, извините, 35 лет церкви, я в священном саде уже 28 лет, за 28 лет священства. Я уже столько чудесатых видел, что чудесатие и чудесатие. Недавно я была в Берлинском соборе, католическом, и там при выходе стоит очень милый рекламный ценник, оформленных лучших традициях современного брендирования. Почти звучит, как у Адама и Евы. Евро для церкви, яблоко для вас. Ну и, соответственно, лежат яблоки. Мы унижаем нашу ментальность, говоря о том, что мы папуасы. Да, мы папуасы, потому что мы колония западного мира. И у нас этот же капитализм принимает наивные демонстративные формы. Но источник-то, корень, находится в глобальном мире, который пытается оседлать и церковь, в том числе. И тогда я задам вопрос, особенно о собравшейся здесь вольнодумной молодежи. А чем, пожалуйста, батюшка на Мерседесе, с точки зрения мамоны, хуже или лучше молодого человека, который живет на Гранте Сороса и носит Майку с Че Геварой? Абсолютно ничем. Вы знаете... Мы обсуждаем симптомы. То есть создается, чтобы дискредитировать традицию русскую, создается искусственный конфликт между вольнодумной и молодежью, которая невольнодумна, потому что они лед под ногами майора. И имя этому майору капитализм. И батюшками, которые якобы архаически, ностальгически, коррумпированы, погрязшие в постсоветской системе. Вам не кажется, что сам весь этот конфликт навязываемый для того, чтобы окончательно уничтожить тот культурный код? Интересный, хороший вопрос. Я не говорю, что нам нужно подражать Западу. Там есть очень много негативных вещей. Нам нужно научиться быть собой. А вот культура, быть носителями своей культуры и повышать свой культурный уровень, это независимо от страны проживания. Да, я считаю, что это навязывается, старательно раскачивается. Но, знаете, вот четко говорить, что в этом виноват там Сорос, франкмасоны, жидомасоны. Мы на самом деле белые, пушистые, но нас, масоны, заставляют пить водку, чтобы подорвать наш вот внутренний моральный дух. Я не смещаю вину, я не конспиролог, я аналитик. Дело не в том, что нам что-то навязывают. Дело в том, что здесь смещается внутренняя ответственность за совершаемые поступки. Потому что эту ответственность никто не хочет нести. Ни батюшка, который поддается влиянию мамоны, ни менеджер, который нападает на батюшку, ни те, кто пытается быть посредником между ними. Это один и тот же мир. Согласен. Так, извините, это старание дьявола, это всех перессорить между собой. По любому поводу. Менеджеру постоянно показывать там не батюшкин какой-то труд, а батюшкин Мерседес. Батюшке показывать дух осуждения в этом менеджере. А вот вы знаете, наверное, для этого и стоит научиться просто нам, людям, между собой. Вот если тебя никто не направляет специально, если ты не отрабатываешь какие-то денежки, научиться просто говорить лицом к лицу. Видеть в своем собеседнике, в батюшке, в менеджере, в политике в том числе. Видеть человека, за которого тоже распялся Христос. Даже если он об этом еще ничего не знает. То есть, понимаете, человек, который с пеной у рта, не собираясь ходить ни в какую церковь, говорит про толстого попа на Мерседесе, я не осуждаю его, мне его жалко, потому что у него просто жизнь сложилась так, и он сам себя загнал в такие рамки под воздействием, не знаю, телевизора, интернета, чего угодно. Вогнал в такие рамки, когда он оказался неспособен к диалогу. Я себя лично на этом ловлю. То есть, периодически от каких-то наших церковных нестроений, периодически от раздуваемых каких-то церковных, около церковных скандалов, у меня возникает такое чувство, а, типа, все пропало. У меня есть хороший выход, я могу пойти к своему духовнику, пойду расскажу о своих злодеяниях. Он меня обнял, сказал, бачка, родной, ты же понимаешь, что в интернете загущают слякоть, что не все так фатально, как пишет просто группа интернет-активистов, с любой стороны. Там идет ломание копий, а на самом деле выходишь на улицу, видишь добрые приветливые люди. добрые приветливые лица, которые вовсе, в общем-то, не собираются на тебя бросаться с кулаками. Вот, то есть, знаете, здесь все внутри нас. Вот себя начать исправлять, себя начать учить. Месяц назад ко мне приезжал мой друг из Праги, честно скажу, он атеист, он марксист, я верующая, но это не мешает нам прекрасно общаться. Он ездит на велосипеде в любую погоду, в шортах, в Праги тепло, так и привык. Так вот, конечно же, между батюшкой и им есть отличия, как между мной и батюшкой, но этих отличий не больше, чем между мной и этой девушкой. Нам навязывают отличия для того, чтобы мы, каждый получил некую идентичность. Поп на Мерседесе с животом. Марксист в красной рубашке, там атеист. Мальчик новый левый, который работает на Сороса. Православная девочка, которая играет на гитаре. Мир раздает идентичности, потому что ему нужна целевая аудитория для продажи рекламы. Каждый из сегментов этой аудитории. А после этого стравливает людей между собой по принципу разделяя властвую. И вот это корень проблемы, а не в том, что батюшка на Мерседесе или на Мерседесе грантоед из университета, который умные вещи о национальной культуре говорит. Так уж получилось, что большинство близких мне по духу знакомых священнослужителей, они немножко нестандартные для клирикальной среды. Это тоже их идентичность. Им ее никто не раздавал. Люди не зубцы у расчески, они разные. Это не солдатики одинаково одетые. У каждого есть какая-то своя внутренняя идентичность. Индивидуальность. Индивидуальность, Индивидуальность, да. Вот. Когда на нас вешают какие-то ярлыки, ну, вы знаете, предвзятый суд, осуждение. На все можно смотреть разными глазами. На Христа люди смотрели и продолжают смотреть разными глазами. Есть взгляд апостолов. Если религия это не бизнес, о чем, в принципе, люди думают, когда видят толстых попов на Мерседесах, то что тогда есть религия, что тогда является верой, настоящей? Религия это связь человека с Богом. Поверь мне, когда ты заходишь в храм, вот просто антитезис вот этому тезису о бизнесе, да не давайте там никаких копеек. Ну, заходи туда, ничего не платит. Знаешь, где-то в грузинских храмах рассказывали, коробка стоит, деньги лежат, положи сколько можешь, возьми сколько нужно. Община может себе это позволить, и не найдется человека, дикаря, который просто, знаешь, схватит и убежит. Мне это все надо. Каждый понимает, что кому-то может быть нужнее, чем кому-то на лекарства. То есть, на самом деле, если на приходе есть нормальная общинная жизнь, если люди действительно чувствуют свое единство во Христе Иисусе, ни голова не болит за материальные эти вещи. Это решаемо все. А когда человек зациклен именно на материальном, на деньгах, он больше ничего и не заметит. Вот, как тот, Иуда с коробкой. И, кстати, разговоры все, а что бы вы это не продали и не раздали? Это уже было. Читайте Евангелие, это уже было. Очень важную вещь хотел сказать. Когда вы видите там священника на дорогой машине и говорят, вот ты бы эту машину продал и деньги отдал на детский дом, на лечение рака, на то, на все. А вы уверены, что он этого не делает? Вы уверены, что он суммы, равные нескольким таким машинам, не отдал кому-то, кому они были жизненно необходимы. Поверьте, я такие случаи знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Арк providers Субтитры подогнал «Симон»